В этом ролике я расскажу о некоторых случаях, которые произошли со мной, когда я перевозил пасек на разные расстояния. Будут факты, что не везде медосборы есть, не каждая перевозка-качевка пасеки складывается удачно, в разных местах. По-разному пчелы работают, даже на небольших расстояниях. Об этом я постараюсь вам рассказать. Переехав на новое место, первое время стараюсь искать что-то похожее на прежнее место жизни. Пытаешься делать те же самые поступки. Но если на прежнем месте это тебе все было как бы обыденным, на новом месте это уже не проходит. Надо все начинать с нуля, заново учиться, заново учиться ходить по лесу. Даже переезжая с места на место, даже на небольшое расстояние, километров 100-200, может быть условия совсем другие. Я в своей жизни много путешествовал, много ходил по тайге, побывал во многих деревнях. Не просто побывал, а даже пожил. И во многих местах я жил на пасеке. Сейчас я вам расскажу, с какими я там встречался причудами. Некоторые места, где я жил, были идеальны для весенних медосборов. Но также там и был главный взяток. Это я вам рассказываю про Сибирь. Весенним взятком попользоваться можно было там очень редко. Это если в случае наступления ранней весны и ухода сильных пчел в зиму при условии затяжной осени. Но это в Сибири бывает редко. Так вот, переехав в другую деревню на 120 километров в восточнее, я столкнулся с другой проблемой. Там весеннего взятка вообще нет. Там поблизости нет ивы, которая цветет весной. Есть ива, но она цветет летом, а другая осенью. Первый весенний взяток там с акации. Да-да, в Сибири тоже местами растет акация. Если пчел весной не подкормить, точнее не оставить большого запаса меду с осени, то пасека ваша обречена. Главный летний взяток там сдвинут, хотя и растут те же самые медоносы. И большинство медосбора уходит на подсолнечник, на котором вместо усиления семьи молодой пчелой пчела вырабатывается. И после подсолнечника быстро наступает похолодание. В результате пчелы не могут набрать силу. И при нехватке весеннего, раннего медосбора, получается проблема. Пчела сильно слабеет. В таком месте единственный выход вывозить пасеку на ранний медосбор. Теперь расскажу о третьем месте. Третье место. Есть сильно ранний медосбор. Зацветают медоносы очень рано. Главного медосбора в тех местах, можно сказать, почти нет. Он вялотекущий. Природа там благоухает. Но пчелы приносят там в основном падевый мед. Третья пасека у меня стояла на расстоянии 150 км от первой. Так что пчеловоды, те кто хочет заводить пасеку. Дерзайте. Заводите. Но присматривайтесь к собственной природе. Если у вас есть пчеловоды в вашей местности, то поспрашайте. У вас будет своя пасека. Личная. И так как вы будете вести, не будет вести никто из пасечников. В чьем-то общем вы будете сходиться. А у каждой пасеки есть индивидуальный подход. Даже если вы будете вести большую пасеку и разобьете ее на несколько тачков, на каждом тачке вам придется вести пчел по-своему. Согласно той местности, где будет стоять тачок. Самое главное, хорошо ознакомливайтесь с местностью. Не стоит копировать других пчеловодов. Ищите свой подход. Не стоит рассчитывать на сахар, которым вы якобы подкомните и у вас будет пчелы хорошие. Сахар, что не говорите, это очищенная патья. Что пать, это выделение растений. Что сахар, это выварка, вытяжка из растения. Сахарного тростника он более чистый. И сахар насекует. Так что думайте. И пытайтесь оставлять мед на весну. Не жадничайте. Если вы будете хорошо вести пчел, пчелы вас отблагодарят. Не стоит им мешать работать. Пчелы сами знают. Когда матку вывести? Какая матка им нужна? Что за матка? Есть смысл работать пчеловодом? Это как работа врача. Не довредит. Не пытайтесь придумать что-то нового. Ведь пчела жила без человека веками. И всегда приносила мед. Не всегда новшества идут на благо пчеловодства. Подписывайтесь. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Продолжение следует...